...электронную приемную горячей линии губернатора Московской области, где у вас будет возможность задать вопросы по работе государственных органов, а в перспективе записаться в МФЦ и получить другие госуслуги. Колл-центр работает с 7 до 20 часов в будни, в субботу с 8 до 13 часов. Операторы службы 122 принимают звонки на территории всей Московской области. Открытая студия. Вы слушаете Радио 1, в эфире Открытая студия. У микрофона Владимир Вахрушев, а наш гость, руководитель проекта госпитальных школ России «Учим-знаем», доктор педагогических наук Сергей Шариков. Сергей Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте. Непростой вопрос, и, честно говоря, в моей практике впервые я буду общаться в этом направлении, несмотря на то, что по образованию сам педагог полной средней школы. «Госпитальные школы». Когда проект «Учим-знаем» появился, что стало мотивом для первого шага? На самом деле, проект «Учим-знаем» — это проект, который нацелен на поддержание образовательных устремлений детей, когда они, по сути, лишены возможности посещать обычную школу. Это дети, которые долго болеют, долго — это значит тяжело, то есть это тяжело болеют дети, это дети, которых болезнь вышибает из полноценного ритма жизни ни на день, ни на два, и даже ни на месяц, а в ряде случаев это несколько месяцев и годы. А потом еще надо подумать, как вернуться в ту нормальную жизнь после периода борьбы с тяжелой болезнью. Поэтому появилась такая идея в 2014 году, и инициаторами были «Ваш покорный слуга» и два замечательных наших мэтра. Это академик Российской академии образования Евгений Александрович Ямбург, достаточно известный публицист, директор 109-й Московской школы и президент Национального медицинского средствого центра детской гимнологии, онкологии и монологии Дмитрия Рогачева, академик Российской академии наук Александр Григорьевич Румянцев. И вот мы все вместе собрались и подумали о том, как сделать так, чтобы наряду с лечением дети думали все-таки не о болезни, а думали о том, о чем должны, по идее, думать все дети. О том, что происходят какие-то события, о том, что есть цели, к которым можно стремиться и тем самым помогать себе выздоравливать, как это может быть странно звучит на первый взгляд, но тем не менее, медицина – это значимое дело для борьбы с болезнью, но и важны другие стимулы. Психосоматику тоже никто не отменял. Да, никто не отменял абсолютно. Поэтому был создан такой проект. Хотя сама идея госпитальной педагогики, она не новая. Ей 150 лет почти. По сути, как только появились первые детские больницы, в них появились сестры милосердия, которые уже тогда понимали, что за детьми надо не только ухаживать, а что ребенок, несмотря ни на что, развивается, он растет. И они проводились, можно так сказать, первые занятия с ними. Читали книги, играли, устраивали праздники. И вот такая традиция шла дальше. А проект, он подхватил тот опыт, который накоплен во всем мире, и его задача, в общем-то, была отчасти непростая. Потому что и в Советском Союзе учителя, соседние школы приходили в больницу, проводили какие-то занятия. И, в общем-то, это была такая узкая цель, чтобы ребенок не отстал от обычной школьной программы. У нас цель была, чтобы ребенок жил, почувствовал ритм жизни. А что для этого надо сделать? А надо, как это ни странно звучит, принести школу в стационар детской больницы. Ведь до этого никто там, с такого школьной среды, как мы говорим, когда ребенок может прийти в нее, в эту среду, и почувствовать, что он не в больнице. Вот если бы вам завязали глаза и перевели вас на флагманскую нашу площадку, не сказали, куда мы вас ведем, что мы вас приводим в больницу, а развязали уже в школьном секторе, вы бы в жизни не догадались, что вы находитесь в больнице. Потому что там ничто об этом не напоминает, но разве что только вы увидите ребятишек наших. Я так понимаю, что именно этот этап был самым сложным в начале пути для того, чтобы найти площадь, для того, чтобы создать вот эту атмосферу, этот микроклимат. Абсолютно верно. Потому что больницы все очень разные. А на сегодняшний день это не только флагманская площадка в Москве, включающая крупные федеральные центры, но и 41 уже госпитальная школа в крупных детских больницах от Владивостока до Калининграда, где дети проходят длительное лечение. И, конечно, эти больницы все очень разные. Какие-то недавно построены, какие-то давно. Всегда нехватка помещений. Но все-таки главное это люди, которые, если видят и понимают значимость этой среды, тогда меняется и находится все, и, поверьте, можно решить любую проблему. Вообще наше понимание, что такое жизнь в больнице, когда ты тяжело болеешь, она не сразу сегодня, как бы не сразу сложилось понимание, которое сегодня, знаете, формулируется таким словом качество жизни. Вот что такое благополучие? Ну вот ты находишься в лечении. Да, болезнь – это не здорово. Иногда болезнь тебя загоняет под одеяло, а не вытаскивает из-под одеяла. Вот что нужно сделать такое, чтобы все-таки, помимо того, что ты каждый день проходишь, в общем-то, непростой путь, а когда речь идет о ребенке, только это не только ребенок, а его семья вся, вот что нужно сделать для того, чтобы все-таки переключить свое внимание, свое сознание на что-то другое. И понятно, что все-таки, в первую очередь, это люди, которые понимают, что не только в больнице должна быть больница. И как это ни странно звучит, больница не должна быть для врачей. Конечно, она для них, они там работают, но больница для пациента. А вот если вы были в больнице, много вы видели, вот, приходя в больницу, таких вот зон, простран, где вы могли бы почувствовать, посидеть, извините за грубое слово, лаунжи, как за рубежом называют, которые похожи, в общем-то, в чем-то на гостиницу и даже не в больницу. Да, я думаю, что, наверное, в моей практике, несмотря на то, что я долгое время работал в больничном комплексе обычным санитаром, наверное, нет. Да, потому что даже в обычной практике, в общем-то, вот такой для жизни помещений и среды в больнице практически немного. Где-то ты ютишься в коридоре, в каком-то холле, там же сидят медсестры, вот нельзя даже уединиться, чтобы пообщаться с друзьями и встретиться. А на самом деле это очень важно, особенно, когда ты проводишь очень много времени. Вот такие зоны социальной жизни. И поэтому проект был нацелен прежде всего на то, чтобы создать такую среду в детской больнице. То есть создать школу в неестественной для нее среде. Это раз. Второе, конечно, очень важное, что нам приходилось над чем подумать. А, собственно, кто должен работать? Вот что за педагог должен туда прийти? Вот, кстати, да, это мой второй вопрос, потому что после всех проблем, которые вы уже рассказали, я понимаю, что обычный педагог без дополнительного специального образования и даже, может быть, подготовки, пробки, Это у нас оживилась техника, видимо, тоже волнуется. Без специальной даже подготовки дополнительной не может войти вот в эту среду для того, чтобы быть мотиватором. Ну, очевидно, что педагог не всегда готов к тому, что он может увидеть в детской больнице. И понятно, что раньше приходили педагоги, кстати говоря, если говорить вот о советском периоде, госпитальной педагогике, которая в основном охватывала первоначально туберкулезные больницы. После войны очень много было детей больных туберкулезом. И сами врачи сказали, пригласили учителей, чтобы они что-то сделали с детьми, потому что они проходили очень много времени и проводили в больницах. Потом это уже подключились другие. Про онкогоматологию, которая является магистральным направлением нашего проекта, вообще речь не шла, потому что, знаете, было такое представление. Ну, а зачем? Ну, как бы вот ребенку не до этого. Да и во всем остальном было, знаете, такое. Вот ребенок, он несчастный, он такой больной, он так страдает. Зачем его еще не придают чем-то? Вообще образование вот этого, знаете, как бы аналогия с тем, что образование мучает, оно совершенно не в нашей парадигме, не в нашем понимании того, что такое госпитальная педагогика. Потому что образование и школа, конечно, имеют свой образ у каждого из нас. И кто-то может думать, школа, в детской больнице, да еще в онкоментологии, рак. И дети там что учатся, как это страшно. А на самом деле это смотря как проставить акценты и как понимать это. И, конечно, педагог это в первую очередь тот человек, который создает. Поэтому потребовалось понять, какой это педагог. Просто ли это учитель-предметник? Нет, конечно. Потому что у нас не основная цель только предметное обучение. Наша основная цель создавать события в детской больнице каждый день. И педагог, он выполняет функции сегодня такое слово тьютер. Это официальная должность в образовании. Это человек, который сопровождает ребенка в образовании. То есть вместе с ним выстраивает его программу, чувствует и понимает, и знает, как работать с той или иной формой тяжести переносимого заболевания. Ведь наша задача не жалеть, а понимать, а тем самым и помогать. Поэтому это образование, которое выстраивается операционально под каждого ребенка, учитывая, что в таких школах мы работаем либо в малых группах, либо индивидуально с детьми. Там нет той привычной школьной жизни, которую нам в основном приходится видеть в обычных школах. Поэтому это особая среда. И, конечно, учитель становится тем человеком, да, ребенка, который, в отличие от врача и, может быть, других людей в больнице медперсонала, представляет совершенно неврачебную тему, о которой можно поговорить на разные темы. Вот что тебя сегодня волнует? А детей, когда они тяжело болеют, их много чего волнует. И подростков. Но вопросов много, да. Очень много. Кому их задать? Врачу, ну, с врачом есть такие врачи, которым можно это задать. Но чаще с врачом есть определенная дистанция, потому что все-таки это именно процесс лечения. А потом у врача же ведь не один пациент. Не один, и разные-разные другие сюжеты. И есть тоже такая форма, ну, самозащиты врача, потому что, как мне однажды сказал один врач, я не хочу, Сергей Витальевич, ничего знать про этого ребенка. Я хочу войти в операционную. Я обещаю, что я сделаю свою работу на высоком уровне, но я не хочу знать, о чем он думает, какие у него успехи, чем он живет. Мне это будет мешать. У меня сначала, знаете, как-то вот съежилось у меня все внутри. Я сам человек, который прошел через рак. Я знаю, что такое проходить период болезни, тяжелый, несколько лет в ремиссии. И мне казалось, что вот этот контакт с врачом, он очень важен. Но не все врачи к этому готовы. И это, поверьте, не их вина. Поэтому у родителей спросить эти вопросы, например, а что, правда ли я умру? Или что будет со мной? Не всегда ребенок спросит родителей. Он и так видит, как родители переживают, плачут, еще что-то. Ну, зачем еще? Как бы у детей эти потрясающие. Они своих родителей оберегают. И даже очень часто говорят, вы знаете, вот я слышал там врач что-то сказал, что у меня не так что-то идет. Вы только не говорите родителям, когда-то родители ничего не знают. А учителю можно спросить. И учитель должен быть готов к этим вопросам. Он не должен сказать, выброси это из головы. Ребенка это уже в голове. Но ты не выброси. Значит, об этом надо как-то поговорить. Но поговорить так, чтобы все-таки появился свет в окошке. Но получается, что педагоги в госпитальных школах это штучный товар? Это миссия. Я всегда говорю, вот меня спрашивают, где вы берете таких педагогов? А их уже по России работает на наших площадках почти пять тысяч. Я всегда говорю, это прежде всего такое миссионное понимание, вот зачем ты идешь к этим детям. Потому что не все, как бешено, безусловно, даже хорошие предметники, педагоги готовы работать в больнице. У меня были случаи, когда мне педагоги говорили, «Святач, не могу, я прихожу домой, через себя это все пропускаю, рассказываю все это дома». Вы понимаете, очень важно почувствовать миссию. И вот когда ты ее чувствуешь, тогда ты в этой теме остаешься надолго, потому что, поверьте, это не педагоги, которых надо жалеть. Мы счастливые люди. И на самом деле это глубоко ошибочное мнение, что там в детском онкоцентре это всегда какое-то уныние, такое вот, знаете, стрессовое напряжение. Я просто думаю, что таких людей там просто нет. Они не смогут там работать. Я знаю, по примеру, тех же самых больничных клоунов, Костя Седов. Да, да, да. Когда мы с ним разговариваем, и у меня даже мысли не возникло на то, чтобы прийти на мастер-класс и попробовать себя в этой роли. Потому что я прекрасно понимаю, что рефлексия мне не даст это сделать на 100%, так, как это делает он и его коллеги. Вы знаете, это достаточно сложная тема, потому что даже те, кто работает, а мы открыли, скажем, год назад еще нашу образовательную программу в детском хосписе, там, где находятся дети, которых, к сожалению, нельзя на данном этапе вылечить. И это немножечко другой ракурс. И поэтому мы видели разных педагогов. Вот удивительно, что я столкнулся в своей практике с тем, что люди, которые работают с неизлечимо больными детьми, которые могут уйти из жизни буквально на твоих глазах каждый день, они не могут прийти ко мне, например, в школу, просто вот как в гости. Они говорят, ты знаешь, я не могу, я буду плакать. Я говорю, как же так? Ты же работаешь в такой теме хосписа. Это другое. Там мне все понятно. А вот здесь я вижу, как идет этот процесс борьбы, и у меня другие... Знаете, вот оказывается, даже такие аспекты жизни есть. И все-таки, когда ты работаешь с этими детьми, ты не думаешь о том, что они так тяжело больны. Ты знаешь это, безусловно. Но сама жизненная ситуация и то, что происходит, нацелена на другое. И в каком-то смысле, в хорошем смысле, ты даже об этом забываешь. А дети, они абсолютно одинаковые, поверьте мне, во всех проявлениях, в том числе и в борьбе с тяжелой болезнью. Может быть, чуть взрослее. Может быть, они по-другому выставляют свои... Не может быть, а точно выставляют свои приоритеты. Если вы спросите, о чем они мечтают, они не будут называть какие-то сверхъестественные гаджеты или еще что-то. Они обязательно скажут о том, что они хотят побыстрее выздороветь и вернуться домой. Ну, это логично. Это логично. Поэтому, ну, во всем остальном, их живой интерес. Потом, поверьте, болеют разные дети. И те, кто до болезни имел уже высокие образовательные результаты, учился в лице, в гимназиях, были победители олимпиад. И очень важно поддержать. У нас есть одаренные дети, которые там с детства занимались, и в группе подростков, пожалуй, это самая сложная группа, которые имели уже какой-то профессиональный ориентир с детства. Это хореография, творческие моменты, это спорт, безусловно. И для них тяжелая болезнь, как обрыв. И чтобы к ним прийти, надо прийти через что-то, через их интерес. Надо дать им возможность почувствовать, что все-таки болезнь не всегда перечеркнет. Не надо врать, потому что дети очень тонко чувствуют любую фальшь. Надо быть, с одной стороны, предельно чистыми, но, с другой стороны, надо показать палитру мира. И много, много примеров, когда, казалось бы, обрыв, а нет, за обрывом ступенечка, а потом еще ступенечка. Кто поддерживает сейчас проект, есть ли поддержка и внимание со стороны государства в том виде, в котором это так необходимо? Ну, образование школьное — это дело государства. Оно обязано обеспечить школьное образование абсолютно для всех детей, независимо от того, где они находятся. Поэтому госпитальные школы — это государственные школы. Это везде есть школа-оператор, часть которой является госпитальной школой и работает на территории детской больницы. И учителя — это учителя этой школы. Вот, скажем, если говорить о Подмосковье, областной энкоцентр находится в Балашихе, и там детское отделение большое, и там оператором нашего проекта является 22-я школа в городе Балашихе и так далее, и так далее. То есть это государственное дело. Другой вопрос, что не было механизмов, а вот как надо создать такую конструкцию, чтобы это заработало на территории детской больницы, чтобы те средства, которые ребенку положены на образование, дошли до него там, когда он не в родной школе. И вот мы предлагали такие механизмы государству, и они были поддержаны. Были свои сложности. Ну, например, ведь образование школьное у нас финансируется на уровне регионов. И когда мы говорим о федеральных центрах, скажем, которые находятся в Москве, в Санкт-Петербурге, в Ростове, в ряде случаев крупные медицинские центры в регионах принимают детей из других субъектов Российской Федерации. Стоит вопрос, а кто должен заплатить за их образование? Ну, в Москве, к примеру. Мы работаем. Центр Агачева — федеральный центр. Центр Блохина — онкологический центр, где тоже наша школа. Федеральный центр. Морозовская детская клиническая больница. Туда и так далее. Везде есть дети со всей России. И мы благодарны правительству Москвы и, в общем-то, правительству регионов, с которыми мы работаем, потому что мы тесно проводим переговорный процесс, что они пошли нам навстречу. И в частности, мэр Москвы сказал, если эти дети проводят в этих центрах, лечение проходит несколько месяцев, они такие же москвичи, как и все остальные. Они не виноваты в том, что такая высокотехнологичная больница находится здесь. Они с радостью бы лечились у себя там дома. Поэтому они поддержали и финансируют сверх того эти программы. То есть государство поддерживает эту систему. Это государственные школы. Это не боготворительный проект, хотя эта школа у себя открыта, и мы работаем с массой и массой партнеров. У нас есть технологический партнер, крупная технологическая компания, которая за счет своих средств, скажем, оборудует современным оборудованием эти площадки в детских больницах. Вот во всех регионах, да, и так далее. Безусловно, сотрудничество с государством в этом деле очень важно. И ребенок, уходя из этой школы, получает официальный документ. В том числе проходят и государственные экзамены здесь, и ЕГЭ, и ОГЭ, вот эти страшные слова, которые некоторых пугают. Вот, кстати, после этих страшных слов, следующий вопрос хочу задать, Сергей Витальевич, о перспективах. Насколько понятны они детям и педагогам, которые эти перспективы могут донести до них, вот этого обучения. То есть оно все-таки чем-то отличается, но выход-то потенциально, мы стремимся к тому, чтобы стать полноценным членом общества. Конечно, и не отстать, понимаете, ведь что такое тяжелая болезнь? Это какой-то обрыв, и кажется, что у тебя твоя жизнь остановилась. И самое главное, что она формирует любая тяжелая болезнь. Ну, скажем, возьмем, если наша тема основная, это рак, а мы проводим вот этот разговор в преддверии 15 февраля, это Международный день детей больных раком, когда в этот день привлекают внимание ко всем проблемам, которые связаны с этой болезнью. Количество детей, к сожалению, большого не уменьшается. В России только порядка 30 тысяч детей больных раком. Их каждым годом становится все больше. И, конечно, это очень важный разговор, о какие перспективы. И сами дети отвечают на этот вопрос. Ведь, например, центр Рогачева назван именем невеликого ученого, он назван именем мальчика, который болел раком. К сожалению, не справился с этой болезнью, и центр носит его имя. Но ведь когда он встретился с президентом в свое время, это замечательная история, и эта встреча положила начало созданию центра Рогачева одному из известнейших медицинских учреждений во всем мире авторитетных. В этом году они будут отмечать свое десятилетие. То ведь он нарисовал рисунок, где больница была, как разукрашенное красивое здание, и где обязательно было место в школе. То есть все-таки дети думают о жизни, а не о болезни. И о том, чтобы не отстать от своих друзей. И, кстати говоря, ЕГЭ, вы знаете, вот как человек, который сам проходил через тяжелые болезни, сначала, и как педагог, у меня были сомнения глубокие. Я когда мы еще тогда с руководителем Рособорнадзора Сергеем Сергеевичем Коровцовым, который нынче является министром просвещения, делали на коленке документы, чтобы на территории детских больниц, госпитальной школы можно было проводить экзамены, я думал, а зачем? Вот ребенок реально проходит через тяжелые лечения. Но накладывает серьезный отпечаток. То есть говорят же, что для обычного ребенка это шоке испытания. Это стресс и все. А вот думаю и так далее. И думаю, может быть, не надо. И в мое представление перевернул разговор тогда еще с одной девочкой, хотя уже за эти годы было много таких разговоров, когда ребенок мне сказал, я подходил и стал ее уговаривать. Ну вот ты все-таки сейчас так тяжело чувствуешь себя. У тебя такие, давай перенесем, там будут другие волны, будет полегче, будет другое время. Вы знаете, эти дети, они не говорят много слов. Они вот так внимательно на меня посмотрели и говорят, «Цветович, а вы уверены, что у меня есть это время? А мне вот хочется сейчас». И они, эти дети, как мне, может быть, нам кажется обывателям, что мы себя бережем, если иногда вот каких-то сложных моментов, если их можно не делать, а эти дети нет. Вот они не хотят, чтобы им делали поблажку. Они хотят, чтобы их понимали, чтобы относились с пониманием к тому состоянию, чтобы процедура, ну, грубо говоря, отвечала их состоянию, когда это проходит в больнице. Но они не хотят, и они участвуют. И таких ситуаций было очень много, когда я отговаривал, как педагог, потому что я думал, ну, вот он сейчас под химиотерапией, ну, а что будет результатом? А он говорит, а я хочу. Понимаете? Дайте сдать. Ну, потому что он чувствует себя к этому готовым и понимает, что действительно, если этот шаг не сделать сейчас, не достигнуть этой отметки для самого себя, да, не для кого-то, то потом этого результата просто может не быть. Может не быть. Мы не знаем до конца, что они думают. Понять этот мир достаточно сложно, особенно людям, которые не проходят этот путь. И их тоже не их. Это вина, что они этого доказывают. Но, тем не менее, мы видим и наблюдаем, что эти дети, не случайно их очень часто называют героями, мужественными. Такие высокопарные слова, которых сами они очень стесняются. Но при этом это действительно для нас, взрослых, очень серьезный пример. И мы учителя, которые работают в этой теме, очень часто говорим, это еще большой вопрос, кто кого учит. Учение же процесс взаимный. Хороший педагог должен учиться у учеников плюс ко всему. Думаю, что да. Но в нашей теме как-то это очень выпукло выглядит. И поэтому эти школы, они создают вот эти жизненные перспективы. И не страшно, что у тебя сейчас вот что-то не в полном объеме ты можешь взять. Главное, что жизнь идет. И самое главное, что остаются события, потому что мы говорим, да, болеть не здорово. Никто не говорит, что давай надуем шары и устроим праздник по поводу того, что ты заболел раком. Нет, но это уже случилось. Ну что у нас с тобой есть? Ну что, вот сидеть и рвать на себе одежду? А может, давай подумаем, что может за это время быть хорошего? И вы знаете, создавая такие школы, я слышал от родителей уникальные вещи. Потому что если вы зайдете, увидите какая-то интересная среда, у нас много ресурсов в интернет, можно открыть, почитать и увидеть это своим глазами. Мы много рассказываем об этом. И одна мама мне говорит, Сергей Иванович, вы знаете, вот действительно я наблюдаю за своим ребенком. С одной стороны, это страшно. Мы заболели раком. Это беда. Никому не пожелаю. Но это уже случилось. А с другой стороны, мы оказались здесь. И какое счастье, что мы оказались. Потому что такой школы, если бы мой ребенок не заболел, у него бы не было. Знаете, вот трансформация в голове, сознание, вот что есть жизнь в текущий момент, она происходит. И не всегда обывателю обычному, кто может быть не приближен к этой теме, это так понятно, но все становится очень сенсорным и очень таким чувствительным, когда ты оказываешься внутри. И когда приоритет самый главный. Все остальные проблемы, это песок, а самая главная проблема, это спасти себя, вылечить и выйти в жизнь. И, кстати, выйти в жизнь, это тоже отдельный вопрос госпитальной педагогики. Что делать после того, как ты вылечился? Я напомню нашим радиослушателям, что у нас в студии руководитель проекта госпитальных школ России учим-знаем, доктор педагогических наук, Сергей Шариков. Сергей Витальевич, у нас остается буквально две минуты. И вот канун 15 февраля наша встреча происходит, дня борьбы с детской онкологией. Общество за время существования проекта. Вот вы говорите, что родители, да, педагоги, да, а все-таки общество. Изменяется ли оно по отношению к подобным проектам, к подобной проблеме, и достаточно ли информировано оно о том, что происходит? Медленно оно меняется. И на самом деле общество не меняется само по себе, оно будет меняться тогда, когда мы будем больше об этом рассказывать, показывать и демонстрировать. И то, что у нас много уроков совместных со здоровыми сверстниками, с интересными людьми. Тут вот у нас был совместный урок, это дети из центра Сириус, где одаренные дети в Сочи и так далее собираются. И наши дети, и прямое включение с международной, вот когда все вместе, тогда приходит понимание, что да, есть тяжелые испытания, но его можно вместе преодолевать, и каждый примеряет его чуть-чуть на себя. Возникает та самая эмпатия, которая помогает подумать о будущем, что никто не застрахован от этого, что каждый может оказаться в такой ситуации, и вот эта общая поддержка, в том числе и образовательных устремлений ребенка, она важна для всех, и для него самого, и для родителей, и для здоровых сверстников, которым очень важно тоже такой опыт общения со своими друзьями, попавшими, ну, в такую непростую жизненную ситуацию, и вы пройдете. Вот это важно. А да, может быть, всегда хочется нам, чтобы это было быстрее и как бы более всеобъемлюще, но пока, к сожалению, много еще с этим проблем, но еще раз повторяю, все зависит все равно от нас, от тех, в том числе, кто и занимается этим. Чем больше мы рассказываем, мы приводим на нашу площадку людей, мы показываем, и тогда приходит большее понимание. Ну, я надеюсь, что неравнодушных людей в вашем лагере будет как можно больше и с каждым годом не из-за того, что это будет проблема, а именно из-за того, что эти люди будут больше узнавать и будет возникать желание помочь. Спасибо за то, что нашли время с нами пообщаться. Я напомню, что мы общались с Сергеем Шариковым, руководителем проекта госпитальных школ России «Учим. Знаем». Открытая студия При езде на мотоцикле необходимо